МЧС России сегодня начала всероссийскую тренировку по гражданской обороне, которая хватит более 40 миллионов человек. Тренировка пройдет с 4 по 7 октября. К ней будут привлечены федеральные органы исполнительной власти, руководители регионов, органы местного самоуправления и организации. В полном объеме задействуются силы МЧС России, в том числе спасательные воинские формирования МЧС Российской Федерации, аварийно-спасательные формирования, подразделения военизированных горно-спасательных частей и государственные инспекции по маломерным судам, подразделения Государственной противопожарной службы МЧС России и авиация. В ходе тренировки будет проверена реальность составленных планов на различные периоды и готовность всех сил и средств к действиям. На практике будут отработаны оповещения и сбор руководящих федеральных министерств и ведомств органов исполнительной власти, субъектов и местного самоуправления. Будут отработаны действия по эвакуации, выдаче средств индивидуальной защиты, развертыванию санитарно-обмывочных пунктов. Спасатели совместно с другими службами отработают действия по ликвидации последствий различных видов чрезвычайных ситуаций, как природного, так и техногенного характера, для повышения эффективности применения сил защиты населения и территорий. В нашем округе учения будут разбиты на три этапа. В первом этапе, это первый день 4 числа, будет проводиться именно организация управления выполнением мероприятий гражданской обороны по приведению ее в готовность при угрозе возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций пожаров. Разворачиваться будет, развертываться система управления гражданской обороны на всех уровнях. Это федеральный, региональный, муниципальный, объектовый. В ходе второго этапа будет проводиться развертывание уже группировки сил и средств гражданской обороны, которые предназначены непосредственно для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. На третьем этапе будет отрабатываться организация действий органов управления сил гражданской обороны по ликвидации крупномасштабной чрезвычайной ситуации на территории северо-западного федерального уровня. Продолжение следует... Продолжение следует...